Парни, всем привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и сегодня мы с вами поиграем в Halo Guardians. Да, как вы успели заметить, я в киберспортивной футболке, а значит, мы сегодня попробуем подащить. Дело в том, что я подумал, что было бы неплохо вернуться в старые игры, где я неплохо играл, и посмотреть, как они изменились. Дело в том, что Halo Guardians вышла давно, я сидел долгое время в мультиплеере, и, как вы знаете, сейчас в неё, по сути, играют одни тащёры. Короче, мы сегодня в неё залетим и проверим, каково это играть с теми, кто в этой игре до сих пор. Как всегда, перед началом видеоролика ставь лайк, подписывайся на канал, лови промокодик на VK-комбо, который подарит вам один месяц бесплатного пользования данной подписки и кучу скидок на различные сервисы. Если что, ссылка на промокодик, как всегда, в закреплённом комментарии, лови пока халявы, и давайте начнём. Если вдруг кто-то до сих пор играет в Halo, то ставьте плюсик, обязательно лайкусик, дабы посмотреть, сколько нас. Кстати, несмотря на то, что игра вышла очень давно, в неё всё ещё играют, и игроков находят очень и очень быстро. Мне, на самом деле, сейчас очень интересно посмотреть на скилл игроков, которые играют по сей день. И если там, так скажем, никого не убить, то я офигею, реально. Если что, Halo Guardians — это, по сути, одна из частей, в которую я играл в мультиплеер, и которая мне более-менее понравилась, потому что Halo Master Chief Collection. Я не хочу проходить, потому что она полностью на английском, к сожалению, и там нету стрельбы с зумом, как правильно назвать, я даже не знаю. Короче, на ЛТ. Меня это дико бесит, но в Halo Guardians появилась, и типа, окей, я её куплю, в итоге я купил и играл долгое время. Короче, ух, катка началась. Сейчас посмотрим на тащёров. Если я вдруг буду тащить, я на самом деле офигею. Близня. Вот он, вот он, российский перевод. Вот, кстати, жалко, что майки перестали переводить и свои экзоны на русский язык, хотя бы такие. Я понимаю, что, может быть, звучит глупо. Ай-яй-яй, ты куда взял? Кстати, на самом деле, пальцы помнят, даже управление запомнил. Видел? А! Ага. Здесь не всё так просто. Кстати, это одна из немногих игр, которая нереально заточена под геймпад, и которая немножко чувствуется топорник. Опа, видим. Я вообще ничего сделать не могу. Что творится-то? Так, ладно, давайте. Мы просто, может быть, поможем ему. Опа-на! В голову-то получил. Изи. Первое убийство за матч, и это уже неплохо. Я, кстати, эту карту помню, она ещё была во времена того, когда я играл. Да ладно! Я не понял, откуда была граната. Капец тут ДТК, бешеный. Пока кого-то убьёшь, я не знаю, тысячу лет пройдёт. Кстати, есть кто-то не знал, опять же, Хейло это один из первых шутеров на консоли. И вот до сих пор по нему тащатся. Вот с пистолета, кстати, убивается намного лучше! Увы. Сложно, на самом деле сложно. Не могу сказать, что здесь остались какие-то мега-тащоры, но играется реально сложно. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. И давайте ещё ему туда. Ну давай-давай, перестрелять Жюнбека. Ха-ха! Лежать, плюс, сами знаете что. Давай-давай-давай, е-е-е, бой. Добил, добил. Вот эту пушечку хочу. Она, кстати, нормальная, но главное стрелять в голову. Видел, видел, видел. Как они так убивают, я не понимаю, вообще я не понимаю. Они прям вот, мне даже обернуться не остаётся времени. Так, давайте посмотрим, какие у меня настройки. А у меня все максимальные настройки, я даже... Даже при таких настройках не могу ничего сделать. Просто не могу обернуться. Месиво жёсткое. Просто жёсткое месиво. Да ё-ёшь-матрёшь. Ой-ё-ёй-ёй-ёй. Да ё-ёшь-матрёшь. Они... Они со всех сторон, абсолютно со всех сторон. 4... 8. Ну, неплохо. Для первого Тараза. Проблема в том, что я их не могу найти первый. А кто в Хейла, кого первый нашёл, тот сён. Тот выиграл, наверное. Блин, я двоих зацепил. Я зацепил двоих, но не убил, к сожалению. Если бы я, наверное, по двоим попал бы и кинул гранату, им бы была бы хана. Но... Как всегда. Да ё-ёшь-матрёшь, как он знает, что я прям с ним. Очень жёстко. Я не помню, чтобы тогда было так же жёстко. Реально не помню, чтобы прям вот гасили, прям капец. Может быть, здесь ребята остались, которые играют только в команде? Потому что, ну, они складно действуют. Очень складно, слаженно. Нет! Господи, какого-то... Вот в этой игре без гранат вообще не канает. Вот такое ощущение, вот только граната, 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 граната. Они, по сути, с оружием не убивают, тут только кидают гранаты. Да, я понимаю, что я тоже кидаю гранаты, но... Ладно, может быть, нам с картой не повезло, я даже не знаю. Невыносимо! Да ну как, ну как? Так, и знаете, фигово то, что я по звуку капец как здесь не ориентируюсь. То есть, он вроде где-то летит, но я не понимаю где. Либо проблем со звуком, либо я такой нубяра. Скорее, второе. Давайте, мы можем... Что-то меня нагнули, походу. Ладно, я попробую сыграть вторую катку. Потому что первая была такая себе. Давайте сейчас вторую как-нибудь сделаем и попробуем. Может быть, нам повезет все-таки. На самом деле, у меня еще есть вариант вернуться в Titanfall 2. Попробовать поиграть там. Потому что там тоже немного игроков. И, по сути, остались те, кто вот прям старички. Фигово то, что когда ты не играешь в игру, у тебя забываются кнопки, забывается чувствительность. И ты там уже не такой-то черт, как был раньше. Увы. Давайте вот так сделаем. О-о-о, вот это я попал. Но это было случайно. Вот это, кстати, винтовочка мне нравится, да. Попал, попал. Базарю. Как? Как он? Как он за столь короткий промежуток попал мне в голову? Ну, то есть, как он успел прицелиться, не понимая, там... Ну, чуть-чуть, чуть-чуть. Да, убил его, засранца. Мне кажется, вот эта зона, она такая самая оптимальная. И ей нужно воспользоваться. О-о-о, вот это... Все теперь понятно, как они убивают снайперки. Давай еще. Опа. Просто изи. Два выстрела. Два кила. Круто. Вот, пацаны, вот за этот момент просто лойс. Без лойса не уходите. Да ешь, матреш. Он мне с такой же пушки, да, зафигарил? Повезло, гаду. Вот как на заднем фоне сказали, повезло, гаду, реально. Реально повезло, так бы ты от джумбека не ушел бы, если бы тебе не повезло. На, еще гранату, на, тупо. Вот сейчас я попал, просто рандомно попал. Так, не, ну зачем? Че ты меня бьешь? Он что, дурак, что ли? Да блин, как? Как я, как, как он сдержал такую маленькую дистанцию, что я его не попал с локтя? Я просто не понимаю. Это какой-то нонсенс был. Прям вот, прям капельку. Ха-ха, попался на мою винтовочку, а? Ну, я, я мастер добивания, на самом деле, потому что они отнимают большую часть жизни, и я такой, пик-пик в голову, и все. Говорю, мастер добивания, просто вот в конце этого, как-то ударить в голову, это я гораст. Ух, че он полоймил, что ли? Еще чуть-чуть, и мы выиграем, реально. А, вот она. Ага, не убьешь, не убьешь, не убьешь. Да ладно, как? Ну как? Ну, все равно победа. Вот по чесноку я не понимаю, как они столь быстро реагируют на все эти движения, и как они успевают прицеливаться, вот реально. Но, кстати, я в этот раз на первом месте. Ну-ну-ну. Так, теперь я предлагаю сыграть в один из рим-режимов под названием Спецназ. Спецназ это такой прикольный довольно режим, кстати, у меня рейтинг аж. Алмаз. Это такой себе, ну, такой себе хороший рейтинг, если что. Несмотря на то, что игра старая, находит игроков здесь достаточно быстро. Реально, тут, по сути, минуты не жду, и уже наводят новых игроков. Молодцы. Круто. Оп, ускорим, смотри. Я вообще ничего не успел сделать. Они просто меня убили, даже без этого. Два фока были, да? Это было легко. Давайте мне еще фокусить. Вот просто я даже не могу понять, откуда. Да как? Я пока что малеха в шоке. Так. Пусть теперь они будут в шоке от меня. Типа, например, вот эта зона, наверное. Я только подпрыгнул! Я только подпрыгнул и все, сразу получил пулю. Знаете, еще такое ощущение, что нужно стрелять чуть-чуть заранее, потому что тут немножко проблема с пингом. Вот, видите, я выстрелил, ушел от него, и он только потом подох. Вот поэтому я иногда стреляю заранее. Такая тема в мультиплеере эксклюзив-тригер майков часто. Нет, тут я тормознул, тут я тормознул. Тормоз! Так, нормальный из косочек было. Ну так, нормальный, да, их разобрали, а? Опа. Вот сейчас я не попал, как будто. Тройное убийство! Давай четверное, четверное, братан! Нееет! Чуть-чуть! Было чуть-чуть! А мы тащеры! 13-14. Но если сравнить со счетом их, это... Это неплохо. Если делать какой-то вывод, то на самом деле к Хейло можно приноровиться. Да, там остались такие жесткие парни. Может быть, конечно, это все зависело от рейтинга. Но в любом случае было жестко. Реально жестко, особенно в спецназе. К Хейло сама по себе осталась прежней Хейло, на самом деле. Да, такие ностальгические чувства, потому что когда не было особо игр на Хуане, я играл в Хейло. Мне это очень нравилось. В спецназе прям дофига сидел в резне. Вот, сейчас, по сути, в ней играет немного человек. По крайней мере, из русских я там вообще мало кого заметил. По друзьям у меня почти никто там не играет. Почему почти? Никто не играет! Вот. Короче, ждем Хейло Инфинит. Посмотрим, какой мультиплеер будет у нее. И, наверное, в следующий раз я попробую зайти в Titanfall 2. Больно мне интересно туда вернуться. Посмотреть, как там обстановка. Неужели там остались одни тащеры? Вот, если вдруг понравился данный видеоролик, ставь лайк, подписывайтесь на канал. Таких роликов, может быть, больше, если они будут заходить. Оставляю обязательно мнение в комментах. И большое спасибо за просмотр. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok